Это программа «День с толком» В студии Ирина Корчегина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Дела о взятках. Прокуратура недовольна приговором Кравиц. Отдело Дземина ушло в суд. Места под ковид нужны, но не в ущерб другим. Что думают в Новоалтайске о закрытии единственной больницы. Пыль, грязь и пролетающие на скорости большегрузы. Что не изменилось для жителей Калманского района. Семь лет лишения свободы. Такой приговор просит Краевая прокуратура для бывшего замминистра здравоохранения края Елена Кравиц. Действующий приговор в ведомстве сочли слишком мягким. Напомним, бывшую чиновницу признали виновны в получении особых крупной взятки и назначили штраф 4,5 миллиона рублей. Попросил суд назначить Кравиц наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также назначение штрафа в размере 20-кратной суммы взятки, то есть на сумму более 45 миллионов рублей. Теперь решение за судебной коллегией по уголовным делам. Кроме того, сегодня перешло в суд дело в отношении бывшего замглава администрации Барнаула Сергея Демина. По версии следствия, в прошлом году знакомый Демина оплатил ему турпоездку в Испанию взамен на назначение на выгодную должность. А затем они вымогали крупную взятку у одного из застройщиков. Экс-чиновнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Очередная вспышка коронавируса в больнице скорой медицинской помощи. Причем новая вспышка гораздо масштабнее летней. Больны пациенты и персонал, включая главврача и заведующих отделениями. Есть и смертельные случаи. На сайте Краевого Минздрава появилась информация об уходе из жизни заведующего первым травматологическим отделением Игоря Деева. Правда, причина смерти не сообщается. Всего за прошедшие сутки, по данным статистики, 9 смертей, 101 заболевших. Цифра общего числа инфицированных – 14 022 человека. Тяжело болеют 251 человек. На аппаратах ИВЛ – 89 пациентов. И вот одно лечим, другое калечим. Жители Новоалтайска столкнулись с первыми сложностями после того, как их единственная больница была переквалифицирована в ковидный госпиталь. Можно ли было развернуть коечный фонд в другом здании? Расскажем далее. Еще недавно единственная больница Новоалтайска обслуживала более 200 тысяч пациентов. Жители города и соседних районов. С недавнего времени учреждение поменяло профиль. Теперь это ковидный госпиталь, где уже вовсю кипит работа. И только при нас, буквально за 10 минут, сюда уже приехали три скорые и подвезли новых больных коронавирусом. Альтернатива – ездить в барнаульские больницы. Кстати, скорая, как нам сказали, может ехать до Новоалтайска часа и полтора. Были случаи, когда по приезду она уже просто была не нужна. Конечно, нам в Новоалтайске-то лучше, чем туда ездить. Из дома на привокзальную площадь на такси. Дальше до Барнаула на специальной маршрутке. Все эти люди нуждаются в гемодиализе, очищении крови при почечной недостаточности. Процедура длится 4 часа. Раньше ее делали в Новоалтайске, теперь там ковидный госпиталь. Целый день. Вот сейчас уеду, вечером приеду вместе с ним. Тяжело. Он тем более у него, он не может ходить, позвоночник долго сидеть не может. Как-то все это... Нас отбросили, в общем. Мы в пятницу откачались, и в пятницу вечером, бах, нам объявляют, что закрывают. Для нас это было, конечно, удар. Не знаю, сколько будем мотаться. Это вообще сложно. Много времени теряем дома, никаких дел не делаем. Пациенты города Новоалтайска, Первомайского района, те, которые лечились на площадке Новоалтайской городской больницы, на сегодняшний день смаркрутизированы в медицинские организации города Барнаула. В первую очередь это Крылая клиническая больница, Больница скорой медицинской помощи, кардиологические диспансеры. Ситуация двоякая. Сейчас жизненно важно увеличить коечный фонд для ковидников, в то же время не навредив остальным пациентам. Местный депутат Дмитрий Гришин не понимает, почему бы не развернуть госпиталь здесь. Это здание противотуберкулезного диспансера. В прошлом санаторий Белоярский. Сейчас долгострой, который доит в бюджет еще с 2011 года. На реконструкцию ушло уже более полутора миллиарда. Изначально, когда эпидемия началась с весны этого года, уже возможно было спрогнозировать, имеются ли у нас дополнительные административные здания для больных, потому что все возможно. Естественно, в течение, допустим, летних трех месяцев возможно было полностью подготовить данное здание и уже сейчас принимать больных ковид-19. И в самом деле, беседуя со своими избирателями, они в недоумении, почему у нас так работает здравоохранение. Они же все прекрасно видят. Все мы помним, как в начале пандемии в Китае за 10 дней построили ковидный госпиталь на тысячу коек. По всей видимости, в Китае просто нет таких компаний, как Стройгаз, которая обанкротилась и парализовала новоалтайский диспансер. Тем временем пациентам в горбольнице уже намекнули, госпиталь здесь будет вплоть до весны. И, кстати, местные уже боятся, что после пандемии учреждения вообще могут закрыть. Так в городе уже однажды лишились станции скорой помощи и роддома. Оптимизация. По сути, нам оставляют только жителям города Новоалтайска один морг и все. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Но не просто и тем, для кого открывают эти дополнительные места. Соцсети заполнены критикой врачей, которые долго едут на вызов или делают анализы. Моя коллега Валентина Аскирова побывала в красной зоне краевого диагностического центра, чтобы понять, насколько сейчас загружены врачи. Пациенты у дверей диагностического и внутри днем и ночью. COVID-19 плюс ОРВИ. Заболевших все больше, скорая не успевает. За три минуты, что мы здесь находимся, подъехало уже три скорые. Врачи скорой помощи выводят в основном пожилых пациентов и ведут их на компьютерную томографию. Много больных пациентов, много... Больных я ни одного не вижу. Я вижу перевозки. Мы в 7 утра сели и в 7 утра выпали вот из этой машины. Вот и все. Сейчас масочку надеваете, в 123 кабинет возвращаетесь. Хорошо. Температура. Двигаться тяжело с температурой. Горит весь организм, все тело горит. Ну что-то у меня зашатало, зашатало, я чуть не упал. Как бы типа в обморок или что. Долго ждали очереди? Часа два. Страшно? Ну есть. Есть, конечно же, какой-то страх. Его не может не быть. Мазок и КТ. На сегодняшний день для диагностики коронавируса в крае используют два метода. КТ опережает результаты мазка и позволяет быстрее подтвердить или опровергнуть патологию. За 12 часов приблизительно 140-150 исследований. Обычное, мирное время, так сказать. Мирное время, это какое? До пандемии. Конкретно легких? Порядка 10 в день. Не всякое повышение температуры требует проведения КТ-исследования. Также не всякое першение в горле. Это должны быть изменения насыщения кровью кислородом. Допустим, длительная лихорадка. Ни один, ни два дня пациент в нашей температуре. Это отсутствие эффекта от проводимой терапии. У каждого третьего пациента – это ковидная пневмония. Вот так оно выглядит. Это участки матового стекла. У большинства заболевших легкие поражены на четверть. Это легкая степень. Пациентов с серьезным поражением – 4-8 в сутки. У них, как правило, болезнь бессимптомна. Иногда пациент, у которого на компьютерной томографии мы выйдем больше 75% пораженного части легких, они себя нормально чувствуют. И даже иногда температурной реакции у них нет и тому подобное. Ну и я по темам очень сильно скучаю. Когда все это закончится, первым делом, что я сделаю, я прилечу к тебе в Питер. Только что со смены еще видны рубцы от защитной маски. Скорее набирает родных, которых не видел полгода. Владимир Пашкевич, Роман Лагно – анестезиологи ковидного госпиталя. Они здесь – начало пандемии. Сейчас ковидные госпитали края забиты под завязку. Количество тяжелых больных увеличивается. И вот мое личное мнение, реаниматолога, который непосредственно лечит это большое количество тяжелых больных, конечно, карантинные меры снимать не нужно было. Если раньше для нас, допустим, 45-летние ковидные пациенты были чем-то из ряда вон выходящим, то сейчас это скорее норма, чем патология. Можно сказать, что и процент заболевших стал больше, и их возрастная группа, она значительно расширилась. Врачи ковидного госпиталя просят о том, о чем уже многие забыли – носить маску, мыть руки. В медучреждении «Скорая помощь» загружены беспрецедентно. Вчера, по нашим сведениям, в одной из поликлиник города скончался пожилой мужчина. У него было воспаление легких. Скорый он так и не дождался. Врачи в очередной раз просят поберечь себя и избегать массовых мероприятий, последствия которых нам еще предстоит пережить. Валентина Аскерова, Александр Антропов, Николай Шилко. День с толком. Близкие друзья главы Первомайского района Александра Иванова создают фонд для сбора средств на его реабилитацию. Скорее всего, без нее, причем в зарубежной помощи, их другу не обойтись. В сентябре Александр попал в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой и две недели находился в коме. Сейчас, по словам одного из друзей, Иванов получает всю необходимую медицинскую помощь. Фонд уже получил название «Содружество». Близкие Иванова хотят заранее собрать средства на его реабилитацию. И к другой теме. Краевые депутаты сегодня одобрили законопроект о ежегодных выплатах для малообеспеченных семей, в которых есть дети-школьники. Напомним, до того, как в российском правительстве приняли решение о бесплатном питании для младших классов, малообеспеченные семьи региона получали на него компенсацию. Краевые депутаты решили, что эти деньги и теперь должны остаться в семьях. Будет тысяча рублей всем семьям, детям, которые воспитываются в малообеспеченных семьях, как ежегодная выплата на школьные нужды. Здесь это всем, независимо от того, болеет ребенок, по каким-то причинам пропускает школу, выплаты получат в раз. Там родители уже вольно распоряжатся этими медицами. По словам Ильиченко, семьи начнут получать деньги в этом году, возможно, уже в октябре. Пыль, столбом, грязь и пролетающие на скорости большегрузы. К нам в редакцию вновь обратились жители Калманского района. Люди по-прежнему недовольны. Через село Новороманово за сутки проезжает около 300 загруженных свекл и камазов. В сентябре съемочная группа уже выезжала на место. Тогда жителям пообещали решить проблему. Почему до сих пор? А вот сыны не там, узнавала Мария Микшута. Уже шесть лет подряд такое соседство жителей села Новороманово, мягко говоря, не радует. Но то ли после многолетних обращений в местный сельсовет, то ли после нашего приезда проблему обещали решить. Однако люди обрадовались рано. Ни днем, ни ночью, короче, покоя нет вообще. Пройти невозможно. Наша съемочная группа приезжала в Новороманово в середине сентября. Через неделю после здесь пообещали установить ограничивающие скорость знаки. Сейчас уже октябры, их как не было, так и нет. Нет и объездной дороги для больших грузов. КамАЗы продолжают дальше ездить через село чуть ли не колоннами и чаще всего на высокой скорости. Никому ничего не надо. И никому ничего. Как-то вот так вот все. Едет он и едет. Он сейчас хоть скорость скинул. Потихоньку едет. А так они летят тут. Но больше всего местные обеспокоены за детей. Это единственная дорога до школы. Он в 7-10 заканчивается, шестой урок у него. Уже темно в это время сейчас. Просто страшно. Ходим, встречаем до поворота. Буквально четыре столба приходится идти встречать, потому что одного его здесь уже опасно даже с фонариком. Они летят, они не притормаживают. Даже если видят, что горит фонарик. Андрей Васильевич нам сказал, ну как, помимо этого собрания, сказал, что этот сахарный стал делать дорогу объездную. Все, успокойтесь, все будет сделано. Я переспросила, с какой они. Он, работа идет. Где идет, чего неизвестно. За разъяснениями мы обратились в местный сельсовет. Мы кардинально решим эту проблему. А когда начнут решать? Они уже делают. То есть сделает сахарный завод. Уже большой объем работ выполнен. Дорога, она, конечно, не капитальная. Она будет типа зимника. Но их это устраивает, нас тем более. А когда машины вообще не будут проезжать через Новороманово? Я думаю, что в течение ближайшей недели. Получается, люди стали бить тревогу зря. Но ради интереса мы все же решили проехать дальше и посмотреть, как проходит ремонт будущей объездной. Вот по вот этой дороге обещались. Нам говорят о том, что уже якобы ведутся работы. Отсыпают, отгрунтовывают здесь все. Но мы, как видим, ничего абсолютно не меняется. То есть дорога в ужасном, если честно, состоянии. В сельсовете нас также заверили. Знаки, ограничивающие скорость, все же установят. Даже назвали сроки, уже привычные для всех, недели от силы полторы. И не исключено, что наша съемочная группа вернется в Новороманово третий раз, чтобы посмотреть востребованность новой объездной. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. Учебный год начался, и студенты столкнулись с проблемой. Билеты на поезд не купить из-за большого спроса. А если место и найдется, то слишком дорогое. Сидячие места убрали. Об этом говорят пассажиры рейса Барнаул-Татарская по направлению к Новосибирску. С ними пообщался Андрей Дрейр. Всего четыре вагона, и в них нет мест. Поезд Барнаул-Татарская проходит через Ребриху, Славгород, Кулунду и уходит в Новосибирскую область. Желающих много. Прежде рейсов было больше. Больше было и самих вагонов. Светлана Рыбакова хочет, чтобы на маршрут вернули 613-й поезд Барнаул-Карасук. Он, кроме прочего, был еще и удобнее. Сторонников у Светланы много. В попытках достучаться до чиновников они даже импровизируют. Мы вот здесь собрали 40 подписей из четвертого вагона нашего поезда, чтобы вернуть наш 613-й поезд назад. Потому что он был удобным и всем подходил. Пенсионеры из алтайских сел ездили на нем в барнаульские больницы. Студенты на учебу. Последние возмущены еще и тем, что все поезда, идущие до станции Татарской, лишились общих вагонов. То есть сидячих мест больше нет, а плацкарт в два раза дороже. Сидячие вагоны раньше я покупал, они стоили примерно 350-500 рублей. У них вот так цены разнеслись. А на плацкартные даже вагоны цены от 700 рублей идут уже. А купейные там вообще полторы тысячи могут стоить. Тоже, чтобы доехать мне до моей станции. В результате сложной эпидемиологической ситуации, действительно у нас количество, так скажем, поездов, следующих по данному маршруту, оно уменьшилось. У нас глубина продаж билетов по этому маршруту в мае просела практически на 70-70%. То есть поезда шли с загруженностью 20-30%, не более того. Именно поэтому, объясняют в РЖД, рейсов и вагонов значительно меньше. Но с сегодняшнего дня, как заверил нас представитель компании, на маршрут до Татарской вернули общие вагоны. Со снятием ограничений поезда возвращаются на маршруты. Теперь все зависит от того, как себя поведет ковид-19. Андрей Дреер, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайские шахматисты начали активную подготовку к традиционному Кубку Алтая, который начнется уже на следующей неделе. В этом году участниками станут юные спортсмены из 13 регионов страны. Как пройдет турнир в условиях пандемии, как готовится к нему один из лучших шахматистов края, узнавала София Яценко. Чарная пешка как будто уже прошла, но билла успевает сделать последний рыв. И теперь проходит шаг. Отработка стратегий и решение шахматных задач. Так проходит не только подготовка к турниру, но и каждый день юного шахматиста. Играть начал пять лет назад. Записался в секцию в школе. Увлекся настолько, что решил стать профессионалом. Так и пришел в клуб. И не раз становился чемпионом края и Сибири. В свои годы он уже выработал чемпионскую уверенность. В своих силах не сомневается. Говорит, главное – настрой. Хорошую конкуренцию Алтайский край может составить. Пока что, единственное, в самых маленьких возрастах достаточно трудно конкурировать. Но, в принципе, у нас есть шансы. Я являюсь фаворитом и могу выиграть его с большим отрывом. Побеждать ему помогает не только опыт, но и оптимизм. К турнирам любого уровня подходит с азартом. И стоять на месте не собирается. Теперь в его планах выход на мировой уровень. А пока готовится к Кубку Алтая. Будем соблюдать все нормы, которые Роспотребнадзор прописал. И поэтому мы еще арендуем дополнительные помещения, чтобы соблюдать дистанцию между участниками. Но я думаю, что мы должны это все. Не должны, а мы проведем это на высоком организационном уровне. И те, которые к нам приедут, участники, нареканий, я думаю, что не будет. Кубок пройдет уже на следующей неделе в четырех возрастных категориях. До 9, 11, 13 и 15 лет. Вова будет соревноваться в последний. В прошлом году он был призером турнира. За год, говорит, опыта прибавилось значительно. Поэтому и настроен поставить всем шаг и мат. София Яценко, Алексей Фризин, Дмитрий Денисов. День с толком. У меня на этом все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи в эфире и хороших вам выходных.